Здравствуйте виноградари! Вы снова на канале Виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин. Мы все привыкли бороться на винограднике в основном с миндиум и аидиумом, ну может быть еще антракноз. Да это и правильно. Основной ущерб приносят именно они. Но есть еще одно заболевание винограда, даже группа заболеваний, которые могут уже практически готовые к употреблению виноград или очень сильно повредить или даже полностью уничтожить. И этими заболеваниями являются различные гнили. Так вот есть такой препарат Свитч. Он заявлен именно против различных гнилей. Я в прошлом году проводил одну обработку таким препаратом и как мне показалось очень достойный результат. И поэтому давайте я расскажу об этом препарате. А вы сами решите уже стоит его применять или не стоит. Для начала скажу, что у меня вот такая упаковка производства Украина. И еще могу вам сказать, что вот обратите внимание применение на различных культурах. Вот немножко крупнее я вам показываю. Здесь виноград не указан. То есть если вы купите такую упаковку 10-ти граммовую, то на ней не сказано, что можно этот препарат применять на винограднике. Да, кстати, этот препарат Свитч выпускается фирмой Сингента. И если мы перейдем на официальный сайт именно этой фирмы, то там по применению этого препарата как раз есть упоминание и для винограда. То есть этот препарат для работы на винограде зарегистрирован как в Украине, как в России, так и в Германии. Я просто выбрал вот такие три страны для того, чтобы сравнить, какие нормы в различных странах. Но прежде чем перейдем к официальным сайтам, вот вам покажу, что из себя представляет этот препарат. Вот такие гранулы такого серого цвета. Не порошок, нет никаких камней, нет никакого мусора. И представляет он из себя водорастворимые гранулы. Просто бывает довольно часто фальсифицированный препарат. Но вот обратите внимание, вот в левом нижнем углу такой штамп стоит. И в правом углу. Сейчас я вам покажу их немножко крупнее. Вот первый штамп. Обратите внимание, все буквы и цифры явно различимы. Ну в данном случае я не могу сказать, что это какой-то код. А вот в правом углу выбит именно срок годности этого препарата. Кстати, 02.05.2017 года это дата выпуска. А годен он 4 года после выпуска. То есть еще один год этим препаратом можно пользоваться. Так вот, на фальсифицированных препаратах такие цифры разобрать невозможно. Не знаю, с чем это связано. И еще на один момент, на который можно обратить внимание. Вот смотрите, если под углом посмотреть на упаковку, то вот смотрите, такая линия 1, 2. Здесь как бы такие, ну это не водяные знаки, но вот что-то напоминающее водяные знаки. Если посмотреть на упаковку под углом 90 градусов, то мы не видим эти надписи. А вот под таким углом эти надписи видны. И тоже на фальсифицированных препаратах я, например, не видел еще ни разу вот такие надписи. Такие небольшие нюансы по определению фальсифицированного либо оригинального препарата. Хотя все эти признаки, естественно, не могут гарантировать 100% подлинность препарата. На этом все об упаковке этого препарата. И давайте рассмотрим этот препарат именно на официальных сайтах. Для начала я зашел на Сингента Украина. Вот описание этого препарата. Действующее вещество. Два действующих вещества. Ципродинил и флудиоксонил. Что нам еще здесь важно? Класс токсичности. Третий класс. И препаративная форма. Вододисперсные гранулы. И можем почитать, как описывает свой препарат фирма Сингента. Это двухкомпонентный фунгицид контактно проникающего действия. Он контролирует главных возбудителей болезней, которые приводят к гниению плодов и ягод при хранении. Это плодовая гниль, серая гниль и другие болезни. Еще отмечается, что короткий срок ожидания. СВИЧ позиционируется как препарат, который удачно защищает плоды и ягоды от комплекса болезней. Ну вот такие болезни. И кроме того, он улучшает лёжкость плодов при хранении. Следующее, что нас интересует, это применение препарата. Этот препарат применяется на многих культурах, но нас интересует только виноград. Значит, виноградники, серая гниль и мельдию. 1-2 обработки за сезон и 7 дней всего лишь срок ожидания. Но о сроках ожидания я еще скажу чуть позже. Какие они в других странах. Но пока остановимся на том, что 7 дней. Но нужно понимать, что против мельдию у него действие довольно слабое. Основное его действие направлено против всяких гнилей. И поэтому этот препарат применять именно против мельдию не стоит. Значит, по срокам. На винограде применяют два раза. Первый раз – это начало смыкания ягод в гроздях. И второй раз – это начало дозревания плодов перед уборкой. Можно посмотреть рекомендованные нормы рабочего раствора. Для виноградника это 600-800 литров на гектар. И при этом, как мы вот только что смотрели, 0,75 – 1 литр на гектар. Это уже будет именно вот этого препарата. Только что мы посмотрели сайт Сингента Украина. Но все это верно для крупных хозяйств. Вот там гектары, килограммы, литры. В последнее время на сайте Сингента появилась новая такая рубрика. И вот здесь, например, свитч для дач и огородов. И здесь для нас более понятные уже цифры будут. Кстати, у меня вот такой пакет 10-граммовый. Но нас интересует здесь вот именно… Ну, здесь вот все то же самое. Но вот нас интересуют именно нормы. И если мы возьмем для винограда, то смотрите, 10 грамм на 5-7 литров воды. Серая – гниль. И 1,5-2 литра на куст. И вот такие данные для нас уже более понятны. И я, например, пользоваться собираюсь именно вот такими цифрами. 10 грамм на 5-7 литров воды. Кстати, еще интересный момент. Вот смотрите, цифра 1,5-2 литра на куст. Так вот я вам скажу, что эта цифра, либо она очень слишком завышена, либо мы неправильно обрабатываем свои виноградники. У меня на куст получается максимум 0,6-0,7 литра. Я не знаю, как нужно обрабатывать, чтобы вылить 2 литра на куст. Но я скажу, что у меня есть кусты очень большие. И даже на них я 1 литр не выливаю. Это точно. Но я ориентируюсь потому по заболеванию. Если заболеваний на моем винограднике нет, значит такой нормы 0,6-0,7 литра на куст вполне достаточно. Теперь мы перешли на официальный сайт Сингента в России. Тот же самый препарат, свитч. То же самое действующее вещество, флудиоксонил и ципроденил. Водно-диспергируемые гранулы. Ну все то же самое. Что интересного можно найти на этом сайте. Ну во-первых, как действует этот препарат. Можем почитать. Действует на 4 этапах развития патогена, обеспечивая защиту от его проникновения. Часть препарата остается в кутикулярном слое ягоды, защищая от внедрения спор в его ткани. Другая часть быстро проникает в ткани растения и перераспределяется акропитально и трансламинарно. Действие препарата начинает проявляться через 2-3 часа после применения. Еще момент. Обеспечивает высокую дождеустойчивость. Ну вот о чем я только что сказал. Обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне температур. И вот защищает виноград и томат до 20 дней. Ну и чтобы закончить уже, мы посмотрим нормы расхода и сроки ожидания для России. Нормы расхода практически те же. 0,8-1 килограмм на гектар. Хотя вот на предыдущем сайте я смотрел, там было литр на гектар. Вот такие бывают неточности. И очень часто невозможно определить, какие именно настоящую цифру. 800 тысяча литров на гектар расход рабочей жидкости. Кратность обработок 3 обработки. При этом в Украине рекомендуют 2. Но сроки ожидания 14 дней. В Украине 7 дней. Ну вот я не знаю, связано ли, например, количество обработок со сроками ожидания. Ну вот такие данные. Ну а теперь мы еще перейдем на сайт Сингента Deutschland, то есть Германию. Я почему сравниваю часто с Германией, потому что, как мне кажется, вот у них, вот по многим препаратам, которые я смотрел, самые такие строгие нормы. Посмотрим, какие нормы применения этого препарата в Германии и какие сроки ожидания. Тот же препарат СВИЧ, как можно вот понять, королевский класс против гнилей. Переходим на следующую вкладочку. И что нас здесь интересует? Ну прежде всего, вот различные гнили. И у нас здесь стоит 4 плюсика. 4 плюсика по ихней шкале это хорошо. Гуд. Вот работа против мильдью работает тоже. У нас всего лишь 2 плюсика. И вот 2 плюсика означает побочный эффект. Вот то, о чем я и говорил. То есть такой препарат работает практически против гнилей, но побочным эффектом будет и работа против мильдью. Применять его только против мильдью не стоит. Мы перешли на следующую вкладку, которая нас интересует. Значит, культура виноград, винный и столовый. Работает против различных гнилей. Действующие вещества и концентрации те же самые, что и в нашем препарате. То есть этот препарат, который выпускается в Германии, ничем не отличается от препарата, который выпускается в Украине, в России и скорее всего и в Белоруссии. Посмотрим еще, значит, что нас интересует. Базовая норма 0,24 кг на гектар. Максимальная 0,96 кг на гектар. То есть базовая почти в 4 раза меньше от максимальной. Но максимальная такая же, как и в наших странах. У нас 1 кг. Максимально 2 обработки. И как я уже говорил, Германия очень сильно выделяется по мерам безопасности, даже в Европе. И вот для этого препарата 21 день срок ожидания для винного и для столового винограда. А теперь давайте суммируем всю информацию, полученную из трех официальных сайтов. Первое. Свитч можно применять против гнилий. Против мильдью заявлено как побочное действие, то есть не основное. И применять этот препарат именно против мильдью не рекомендуется. То есть основное его действие это гнили. Теперь по срокам применения. Первая обработка возможна сразу после цветения винограда. Вторая. Начало смыкания ягод в гроздях. И третья. Начало окрашивания ягод. По срокам ожидания. 7 дней и максимум 2 обработки в Украине. 14 дней и 3 обработки максимум в России. И 21 день и максимум 2 обработки в Германии. Но как мне кажется, применяя этот препарат, можно с успехом выдержать даже нормативы Германии. Особенно если применять этот препарат именно в фазе смыкания ягод в гроздях. То есть до созревания обычно еще будет гораздо больше, чем 20 дней. Никого не агитируй за этот препарат. У каждого своя голова. Но знайте, что если есть гнили на винограднике, то есть вот такой препарат, который носит название свитч. А то мне иногда поднимают настроение и пишут, что я чуть не рекламирую эти препараты. И мне за это еще и доплачивают. Это так смешно и глупо, что я даже стараюсь не комментировать такие комментарии. Ну самый простой вопрос. Где они и где мы? Ну и в заключении давайте рассмотрим немного поточнее сам процесс обработки. Как это сделать правильно? Во-первых, препарат должен быть нанесен в первую очередь на грозди винограда. И вот перед вами две грозди винограда. И они как раз в таком состоянии, когда ягоды уже практически сомкнулись. Но все-таки есть возможность этому препарату попасть внутрь этой грозди. Именно вот на плодоножки и на гребни этих гроздей. И вот в таком случае будет достигнута максимальная защита. Поэтому желательно это сделать до смыкания ягод в гроздях. При этом часть препарата внедряется в катикулярный слой, то есть в надкожицу. И становится таким экраном, который и препятствует дальнейшему заражению гнилями. Как ягод, так и гребня и плодоножек. Но кроме гроздей нужно обрабатывать и всю листовую поверхность. И тогда, даже если ягоды уже сомкнулись в гроздях, но препарат через листья, попадая в ткань растений, все равно защищает от гнилей. Хотя уже не так эффективно. Лично я обрабатываю очень тщательно именно зону гроздей, сами грозди и уже более поверхностно верхнюю часть и молодой прирост. Ну вот и все на сегодня. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.